«Унд Пантан» — так на хантейском языке звучит прогулка по Таёжной тропе. К сожалению, сейчас такую речь крайне сложно где-то услышать, но только не в Лемпино. Здесь местные жители борются за сохранение культуры и языка коренных народов Севера. Одним из способов поддержки языка выступает фронтальный диктант. Уже шестой год подряд жители посёлка пишут его на языке ханты сургутского диалекта. В этом году для написания использовали текст просветителя северного народа, педагога и писателя Алексея Сингепова. Организатор диктанта Алена Сочинская по национальности ханты, но учить язык начала уже в зрелом возрасте. К счастью, у неё есть возможность общаться с носителями. Мы собираемся со старожилами, приглашаем старожилов, мастеров, например, и выспрашиваем у них какие-то слова на хантейском языке. Мы, общаясь этим со старожилами, мы подчерпываем у них знания языка, культуры и вообще значения слов. В этом году формат проведения мероприятия немного изменили. Текст был продиктован на русском языке, но в листах с заданиями написан на хантейском. Участникам нужно было вставлять пропущенные буквы, расставлять запятые и подчёркивать топонимы. Для Дианы и её семьи участие во фронтальном диктанте стало традиционным. И даже несмотря на смену формата, вопрос ойти или нет, не стояло. Дома с бабушкой они иногда общаются на хантейском. Мама ведёт кружок языка для школьников. А сама Диана помогает проводить экскурсии по музею, где изучают традиции своих предков. Мы должны знать язык, мы должны уметь писать, говорить на этом языке, на родном. А летом семья Низамудиновых живёт на стойбище в Наргинских угодьях. Всего в Нефтьюганском районе проживает 553 представителя коренных народов Севера. Из них 90 живут на 11 стойбищах в юртах. И, к сожалению, носители языка, которые знают все его тонкости и изюминки, встретить сейчас можно только там.